здравствуйте коллеги с вами Исаков Роман компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы поговорим о безусловно здоровье Трампа как он себя чувствует как происходит его лечение как закрылась неделя предыдущей ну и в целом что мы можем ожидать в октябре до 3 ноября до даты как раз окончания выборов ну а перед тем как мы начнем напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк ну а ваши вопросы которые у вас появляются обязательно оставляйте их в комментариях конечно сейчас ключевое событие которое которым приковано внимание и рынков и инвесторов это здоровье Трампа то есть сначала все говорили о дебатах между Байденом и Трампом но особого интереса они не вызвали да я напомню что оппоненты пытались просто друг друга задеть пытались достать какие-то грязные данные на друг друга Байден обвинял Трампа в том что это он сделал не все необходимое с точки зрения поддержания экономики с точки зрения борьбы с коронавирусом но и Трампу было довольно таки сложно это парировать он считает что он сделал всем довольно таки хорошо кстати мы обсуждали этот вопрос также с Александром Элдером на нашем вебинаре который был на прошлой неделе ссылочка также будет в описании к этому видео ну и вы можете посмотреть на плейлисте вебинаров Александра Элдера на нашем youtube канале по последним заявлениям которые сейчас поступают и СМИ и ну конечно же Трамп написал в своем твиттере о том что он чувствует себя довольно таки хорошо даже записал видео обращение и проехался в кортеже вблизи как раз больницы в которой он проходит лечение и люди могли лицезреть его как раз сидящим на заднем сидении машины в черной маске ну и собственно это дает предпосылки то что Трамп чувствует себя довольно таки неплохо ну и безусловно у него лучшие врачи да лучшее оборудование лучшее лечение которое на текущий момент он может получить поэтому пока с точки зрения здоровья Трампа здесь никаких ну таких опасений не предвидится но с другой стороны важно понимать то что сейчас собственно под вопросом участие его во второй серии дебатов так как Трампу нужно если все-таки он будет ну я думаю что он будет придерживаться как раз двухнедельного карантина то на второй дебат он не попадает может быть конечно перебют в онлайн или придумают какой-то другой формат но возможно это было сделано для того чтобы как раз нивелировать как раз вот это участие во вторых выборах ну конечно я не думаю что он специально это сделал но так сложилось и очень интересно что как раз вот на самый пик самый пик как раз предвыборной гонки данная ситуация произошла но тем не менее пока по последним данным Трамп чувствует себя неплохо он получает определенное лечение и были также заявления о том что вполне возможно что в понедельник его отпустят уже белый дом и он продолжит также исполнять свои обязанности возможно придерживаясь какого-то определенного мира карантина да предосторожности для того чтобы но бессловно не перезаражать всех кто там находится в белом доме с точки зрения опять же последних опросов после после предвыборных дебатов которые были байден все еще остается впереди и еще поднабрал себе голосов сейчас по последним опросам примерно 51 процентов голосов за байдена 41 процент голосов за трампа но есть четыре процента за стороннего кандидата вполне вероятно что один из текущих кандидатов да один из текущих лидеров гонки да байден или трамп смогут для себя как раз перетянуть вода на четыре процента голосов что в принципе может сделать как один так и другой из кандидатов важно отметить то что меня с точки зрения ситуации с коронавирусом понятно что сейчас приходит сезон холодов и многие страны и в европе не в том числе говорят о новых вспышках как раз коронавируса что может сказаться не самым позитивным образом да на текущий момент уже часть штатов сша сообщили о новых вспышках опять же при приближении головах холодов но это опять же такая климатическая составляющая которая может повлиять на распространение также коронавируса но с другой стороны то есть это может опять же подтолкнуть к принятию тех стимулирующих мер которые пока все еще не удалось принять в сша да то есть республиканцы демократы пока есть определенное как раз решение но теперь нужно чтобы это прошло через конгресс и непосредственно через трампа по ней вероятно что на этой неделе мы не сможем увидеть если если резюмировать вот как раз текущей ситуации то есть то что на рынке происходит то я бы сказал что пока мы движемся по планам это сентябрь октябрь мы можем видеть как раз снижение фондового рынка по крайней мере я для себя рассматриваю данный подход а уже начиная с ноября новая волна восстановления но и новая волна покупок и продолжение как раз роста по фондовому рынку поэтому пока все позиции которые открывал и они направлены на снижение фондовых индексов и на рост американского доллара но прежде чем мы разберем мои позиции и прежде чем мы разберем рынок давайте пробежимся по как раз данным которые поступили в пятницу и напомню что в пятницу вышли данные по количеству на созданных рабочих мест Министерского хозяйства и также данные по безработице. Давайте начнем с безработицы. Здесь мы видим довольно-таки позитивное значение, 7,9%, то есть прогноз был 9,3%, предыдущий 8,4%, то есть мы вышли сильно лучше ожидания. То есть сейчас безработица с 14% снижается по месячному, то есть на 13, 11, 10, 8,4%, ну и собственно вот последний 7,9%, что выглядит довольно-таки неплохо в текущий момент, в текущей ситуации. Но с другой стороны данные по Non-Farm Payrolls, они вышли сильно хуже ожиданий, но тем не менее позитивными. Давайте тоже мы их посмотрим. Ожидалось, что данные выйдут, прогноз был примерно на рост на почти 8 миллионов, но актуальные данные вышли 660 тысяч, что в принципе в 2-3 раза превосходит как раз среднемесячный прирост, который мы видели в докризисную ситуацию. Но тем не менее прирост есть, да, пусть он небольшой, то есть темпы прироста, они все-таки снизились. Пиковые значения были как раз в летом, это примерно 5 миллионов людей, примерно 5 миллионов рабочих мест было создано, после снижения, которое было на 20 миллионов. И тем не менее сейчас вот само восстановление мы здесь видим, да, медленно, но по крайней мере оно есть. Ну, я думаю, что как раз те данные, которые вышли в целом по безработице, они поселяют определенный позитив. Теперь давайте пройдемся по инструментам и посмотрим сначала тогда текущую ситуацию. Я напомню, что все данные, все как раз планирующиеся публикации, можно смотреть в метатрейдере. Теперь здесь это очень удобно. Я ставлю приоритет, как правило, я смотрю только высокие значения и возвращаю также на текущую неделю. Да, мы сейчас смотрели предыдущую, я возвращаю на текущую неделю. Ну, событий на этой неделе не так много, то есть фактически предыдущая неделя была насыщена, да, на данную новость. Но у нас вновь начинается сезон отчетов по компаниям США, и вот он, наверное, будет максимально показателем, да, то есть как все-таки компания себя чувствует после уже второго квартала, именно как они смогли восстановиться после ситуации с коронавирусом. Потому что предыдущий квартал, то есть да, был как раз отчет по месяцам, когда приходился пик активности коронавируса, прибыли компании падали, долги росли, но вот этот месяц, ну и в принципе вот этот сезон отчетов, его все ждут для того, чтобы все-таки посмотреть, как действительно компания себя чувствует в текущей ситуации. Но с точки зрения макроэкономических данных, важно обратить внимание на публикацию индексов менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM. Данные будут опубликованы сегодня в 17.00 по терминальному времени. Здесь ожидается, сейчас показатель находится на положительной зоне, то есть все, что выше 50, это выглядит позитивно, но прогноз здесь ожидается на снижении, то есть с 56 до 51.00. А если по факту эти данные выйдут лучше, то, соответственно, это будет позитивным для рынка. Но сейчас мы видим, что вот эта кривая, которая формируется как раз по пиковым значениям, оно начинает закругляться. То есть максимум был достигнут за прошлый месяц, это 58.00, в прошлом месяце было 56.00, ну и сейчас ожидается снижение до 51.00. Это опять же может говорить о том, что так как этот показатель публикуется, отражает условия ведения бизнеса и активность в сфере услуг, то есть если активность в сфере услуг снижается, то значит, что простые как раз пользователи, как мы с вами, потребляют меньше, и это опять же говорит о том, что экономика начинает стагнировать, ну по крайней мере в текущем моменте, в текущих условиях. Поэтому ждем публикации данного показателя. Из остальных также важно обратить внимание, что во вторник будет выступление Паула, в среду публикация по запасам нефти, здесь мы также видим снижение, и что, безусловно, может подтолкнуть как раз котировки нефти, то есть так как запасы снижаются, то это может вылиться в дефицит нефти, но сейчас пока, опять же важно понимать, что нефть не восстановилась к тому спросу, который был до кризиса, и есть также мнение, что она никогда туда и не вернется. Также в пятницу будут выходить данные по Великобритании, здесь важно тоже обратить внимание на данную страну, особенно если вы торгуете инструменты в данной стране, я имею в виду валюты, также акции или индекс футси, к примеру. Здесь выйдут данные по ВВП, то есть по месячному ВВП у нас с предыдущего значения ожидается 6,6, предыдущий был ожидается 5,7, ну и ВВП квартальный, то здесь ожидается снижение. А если посмотреть квартальный ВВП, то здесь мы видим довольно-таки неплохой рост, но пока понятно, что мы упали, там назначение минус 20, у нас был, скажем так, эффект низкой базы, то есть мы так сильно упали, что и рост тоже идет довольно-таки сильный, то есть предыдущее значение было минус 7,6, прогнозов пока здесь почему-то не предоставлено, хотя по месячному ВВП, если мы с вами посмотрим, то здесь ожидается более сильный прирост, собственно, опять же, то падение минус 20, затем прирост позапрошлом, позапрошлом месяце 2,4, затем 8,7, но сейчас вот несколько это снижается. Понятно, что мы очень быстро отскочили, и вот эта амплитуда роста, она будет падать, потому что в среднем прирост был около нулевых значений, то есть 0,2%, 0,0, то есть это было как раз в течение 2019 года, и так как сильно упали, то есть мы и сильно восстанавливаемся. Теперь давайте пройдемся по тем сделкам, которые я открывал, которые я планирую для себя открыть, но опять же сразу же скажу о том, что для меня сейчас основной пока сценарий, который я рассматриваю, ну по крайней мере на текущий месяц, на октябрь, это как раз снижение индекса S&P 500 и рост американского доллара, то есть пока вот придерживаясь данного плана. С точки зрения евро-доллара, то есть здесь, как мы и говорили, то есть цена смогла закрепиться ниже области 1,1750, что у нас пока краткосрочно, то есть краткосрочно, это с ориентированной месяц, приходит в фазу нисходящей формации, если мы увидим вновь рост и движение выше, как раз середины сентября, то есть тех уровней, которые были в середине сентября, то мы сможем говорить о новых предпосылках как раз восстановительно восходящего движения по данному активу, но пока здесь есть предпосылка как раз на продолжение нисходящей формации. У меня здесь была открыта сделка на продажу, открывал я еще в пятницу, открывал отложенным ордером, как раз цена в пятницу смогла закрепиться ниже значения четверга, я поставил отложенный ордер, ну и в эту сделку вошел. Стоплос у меня пока все еще стоит за максимум, который был сформирован 1 октября, take profit на минимальное значение к 25-28 октября, то есть там в этой позиции я зафиксируюсь, то есть так как все-таки здесь я же не ожидаю какого-то сильного нисходящего движения, но по крайней мере вот в данной коррекции я хотел бы для себя поучаствовать. По британской валюте, здесь мы в принципе тоже видим нисходящую формацию, нисходящее движение, и в принципе цены довольно-таки неплохие для того, чтобы как раз продать британскую валюту, ну по крайней мере с точки зрения текущей ситуации, но напомню, что ситуация вокруг Brexit, она актуальна, 15 октября это та дата, к которой должны договориться о новых мерке. Напомню, что Борис Джонсон не опять пошел на попятную, не хочет делать то, о чем собственно договорились ранее, в конце прошлого года, и вполне вероятно, что здесь мы еще на волну снижения как раз по британской валюте тоже сможем увидеть. Опять же, это подтвердит вот текущий тренд, текущую ситуацию, которую мы сейчас на рынке видим. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь общее движение также у нас по крайней мере сентября выглядит позитивно для американского доллара. Смогут ли удержаться дальше или нет, будем смотреть конечно по дальнейшей ситуации, но в целом с текущих уровней тоже мы выглядим довольно-таки неплохо для того, чтобы купить, но пока не было подтверждающего сигнала, по крайней мере с точки зрения моей торговой стратегии, что данный актив можно покупать, поэтому здесь я вне позиции по данному инструменту нахожусь, и так как пока у меня открыты сейчас уже три сделки, то скорее всего новую позицию здесь я рассматриваю для себя пока не буду по данной валютной паре. Пара американский доллар, японская иена, также здесь присматривается уже непосредственно к росту, к продолжению роста, хотя в пятницу мы увидели довольно-таки сильную распродажу, которую к концу дня фактически полностью откупили, сейчас уже в понедельник данная валютная пара продолжает расти, поэтому здесь с одной стороны, да, мы видим, что можно было бы попробовать продать, но здесь этого делать я не буду, так как все-таки укрепиться американский доллар может быть довольно-таки неплохо, и в том числе по данной валютной паре мы можем это увидеть. По австралийцу ситуация здесь точно такая же, как с евро, мы закрепились за локальным уровнем, то есть мы ушли ниже минимальных значений, которые были сформированы в августе, что собственно также нам дает предпосылки на коррекцию, на начало коррекционного движения, которое конечно может завершиться очень быстро, и в течение нескольких дней мы можем увидеть опять рост по австралийскому доллару, то есть соответственно падение американского доллара, но я пока торгую вот в текущей ситуации, так как риск неопределенности как раз растет, что может отразиться как раз и на данной валютной паре в том числе. Пошел я отложенным ордером, то есть отложенный ордер я поставил еще в пятницу, вот по цене 71.80, 100-плос у меня стоит за локальный максимум, который был 1 октября, это 72.15, и профи стоит на минимальных значениях 24-25 сентября, то есть это значение в области 70-20. Соответственно пока у нас мы движемся в сторону как раз моей сделки, уход ниже минимальной значения пятницы, как раз подтвердить данный настрой, тогда я буду делать уже какие-то действия со своим стоп-лосом, то есть перемещать его по ходу движения цен. То есть в данном случае по данной валютной паре я ожидаю пока снижения. Новозеландия тоже ситуация довольно-таки похожа, но с точки зрения часового таймфрейма здесь пока мы не видим предпосылок к нисходящему движению. То есть хотя свои покупки я закрыл может быть чуть и рано, но тем не менее здесь эта вероятность тоже появляется. Особенно если мы сможем закрепиться как раз ниже минимума, которые были сформированы в пятницу, то данная ситуация как раз даст предпосылки на начало нисходящей формации, нисходящего движения по данному инструменту. Дальше мы можем ожидать как раз продолжения падения по данной валютной паре. Золото. Вот золото здесь тоже пытается уйти еще в одну волну коррекции. То есть как я говорю, для себя я буду пробовать покупать золото на минимальных уровнях. С одной стороны я бы пробовал покупать на отметке 1839, но там не было хороших уровней для входа, поэтому данную ситуацию я пропустил. Но с точки зрения часового таймфрейма сейчас мы опять начинаем двигаться в нисходящем тренде. То есть посмотрите, опять же у нас был уход ниже области 1900, затем вот эта коррекция завершается, затем была коррекция на рост золота, и вот мы как раз отбились от области 1924. Сейчас мы можем увидеть еще одну волну снижения, которую я для себя буду рассматривать как возможность закупиться. Вполне вероятно, что мы можем уйти ниже отметки 1800, ну примерно прийти там в область 1850, 1840, может быть 1800, и вот оттуда я бы уже пробовал покупать. Вполне вероятно, что в течение октября мы увидим снижение по золоту. По фондовым индексам, индекс DAX, с точки зрения часового таймфрейма, с точки зрения дневного таймфрейма, здесь мы видим пока не торговлю в нисходящей формате, мы также смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в первой половине сентября, что пока нам говорит о нисходящей формате. Хотя сегодня рынок открылся уже выше максимума в пятнице, DAX закрепился, но опять же нужно посмотреть, как себя будет цена вести в течение всего дня. Соответственно, сейчас, если мы зайдем в данную область, то вероятность коррекции здесь будет выше и выше, то есть в область как раз торговли пятницы. Ну а уход ниже минимальных значений пятницы подтвердит как раз данное настройное нисходящее движение. Но новых позиций по DAX открывать я не буду, так как у меня открыта сделка по S&P 500. По S&P 500, да, вот как я говорю, то есть я на самом деле пробовал покупать в течение сентября несколько раз, но ни одна из сделок фактически успехом не уменьшалась. Пробовал покупать и на продолжение роста, пробовал покупать, ну в первую очередь на продолжение роста несколько раз, и также на начало коррекционно-нисходящее движение здесь также пробовал заходить. Вот зашел еще раз минимальным объемом для того, чтобы, то есть пока все-таки ожидаю для себя снижение индекса S&P 500, возможно в область 3200, возможно в область 350, и вот уже оттуда продолжение нового восходящего движения. Сделка по S&P 500 была открыта также утром, отложенный ордер ставил я в пятницу, собственно после того, как цена смогла закрепиться ниже минимальной значения четверга, как раз проследовал вот этой коррекции, которую я ожидал, но стоп-лоск у меня стоит за максимум также 1 октября, пока он остается в этой области. Ну а ближайшие цели по данному, ну краткосрочному движению, я рассматриваю для себя снижение как раз в область минимальных значений, которые были там 21-25 сентября, ну вот та область, куда я сейчас переместил для себя уже непосредственно take profit, да, по данной позиции. То есть опять же сделка открыта совсем небольшим объемом, и здесь основной приоритет я все-таки ставлю на снижение по валютным парам, то есть здесь S&P 500 просто для того, чтобы как раз взять еще одну позицию, с тем более были неплохие уровни для входа, ну и посмотрим, как эта ситуация будет дальше развиваться. Нефть, по нефти мы также видели, ну фактически сентябрь не самый лучший месяц для нефти, как это можно видеть, октябрь тоже, пока мы торгуемся по минимальным значениям в области сентября, по CED на нефть марки Brent эта область примерно 39-45, соответственно сейчас с точки зрения часового таймфрейма все еще пока продолжается нисходящее движение, ну и собственно это тоже тянет и нефтяные компании, нефтяные компании находятся сейчас на локальных меню, то есть фактически на тех меню, которые были в марте, с одной стороны это довольно неплохая идея, чтобы купить, но важно, наверное, лучше всего покупать те компании, у которых низкая долговая нагрузка, у которых есть диверсификация, то есть у которых не только нефть, но есть, например, и газ, и которые инвестируют также в дополнительные источники как раз энергии, то есть которые с течением времени смогут переключиться с нефти на какой-то дополнительный и альтернативный ресурс. Неделя может быть довольно-таки волатильной, но собственно как и весь сентябрь и весь октябрь, мы все ближе и ближе подходим к выборам, для того чтобы узнать все-таки кто же победит, кто же займет Белый дом, будет ли это снова Трамп, будет ли это Байден, все эти события мы будем с вами обсуждать на данных видео, не забудьте поставить лайк, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить добавление следующих видео, ну а мы с вами увидимся в среду и посмотрим, как уже торгуемся мы к среде, выпустили ли Трампа, ну и в целом что произойдет на фондовом и валютном рынке. Всем желаю хорошей торговой недели, всем спасибо за внимание и до свидания.